Да потери пульса, как я говорю, пока весь не закончит. Работаем одновременно сразу со всеми предметами. То есть намечаем, теперь немножечко у нас по-другому работа пойдет. Намечаем сначала тени на всех предметах. И потом уже переходим от теней к полным теням, к освещению. Что? Что ты хотела? Подтащить что ли? Нет. А что? Ну ладно, вспомнишь, скажешь. Так, тени, 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 наносим тени, да? Ты линиями определила, да, где тень? Ты думаешь, только здесь? Угу. 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 Вот. Ну, можно вот, как, например, лежат делает, она вот немножко легкими линиями намечается. Ну, если вам так проще, можете легкими такими линиями, чтобы только главное, чтобы потом не было видно перехода. Вот, да, да, сгладить какого-то. Как вот. У нас вот здесь вот, на нашем рисунке, видите, сначала как бы видно переход этот. Если вам так легче, вы можете намечить переходы вначале. Но потом, в конце уже мы эти линии постараемся сгладить, да? Тени, 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 да? Вот, смотри, вот, в принципе, можно, знаешь, здесь поработать не только таким штрихом. Давайте попробуем применить не только, например, один вертикальный штрих, или только горизонтальный на предметах. Попробуйте в разных направлениях. Попробуй, например, тень вот в этом направлении. Оно подчеркнет нижнюю часть куршины. Объем. Не-не-не, главное не надо. Просто сверху. Перепрестный такой штрих. Ну, вот, как здесь. Вот смотри. Сейчас я тебе даже ближе покажу. Вот смотри. Здесь, видишь, сначала вот куршинчик точно так же штриховался, а потом вот тень, например, идет сверху. Вот в этом направлении. Или вот здесь так, например, а здесь вот так пошло, видишь? Теперь смотрите, помните, я говорила, что художники, они используют не только в одном направлении штрих. Но вы говорили, вы насыщили только там горизонтально, а не только вертикально. Но это вы пока учились. Теперь мы уже на втором курсе. Давайте пробовать уже, как можно по-другому, например, да, штриховать. Уже надо пробовать и пытаться штриховать уже не только в одном направлении, а делать такой перекрестный штрих. Он может вообще вот так всяко-разно в разными направлениями перекрещаться, и диагонально, и горизонтально. Но делать это нужно аккуратненько, четко, каждый штрижочек. Отрываем руку. Все, нормально? Если вы хотите, чтобы штрих был четкий, ровный, руку открываем каждый раз от своих листов. Если с тушевкой, то делаем вот такими движениями, да, руку, то есть ведем по бумаге, не отрываясь, да, какой-то кусочек, получается тушевочка. Штрих такой. Это как раз применимо, помните, я говорила в начале, к тем предметам, которые дальше, чтобы их сгладить, чтобы удалить от основных передних предметов, которые впереди стоят. Ну, не термотрия. Спасибо.